Гомель – палац Румянцевых Паскевичев. Место, знаковое как для Беларуси, так и России. И не только тому, что Румянцев и Паскевич были ведомыми державными деятелями своего часа. В разные периоды тут обмеркнулись все пытания, которые оказывали самый непосредственный вплыв на историчные процессы. Для приведения посередания Совета Министра Союзной Державы подрактовали залу урочистых приемов. Минавито тут проходит все наибольшие важные встречи международного взрыва. Правда, непосредственно керуньки у Раду Беларуси и России в этой зале сострекаются у першиню. У денег и посередания Совета Министра Союзной Державы у палац Румянцевых Паскевичев пришли приезжать задолго до початку работы. Есть час обмерковать некоторые пытания с коллегами и поделиться думками с журналистами. 22 вопросов сегодня у нас в повестке, которые затрагивают, по сути, весь спектр двусторонних отношений. В основе, конечно, торгово-экономическое взаимодействие. Это традиционно вопросы импортозамещения, вопросы взаимодоступа на рынок, снятия барьеров ограничений. Для Беларуси Россия притягивает доставаться основным кандаловым партнерам. На ЕЕ долю зараз пропадает больше 51% из внешнего гандлю. Кожный третий рубиль из огульных объемов притягнутых все это инвестиции союзной краины. Что-то лица России, то для ЕЕ Беларусь, в ответном списе на четвертой позиции, за девять месяцев этого года объем взаимного товарооборота увеличился малин на 23%. Хоть только гандлям огульные интересы не обмежевываются. Зараз в рамках союзной державы реализуются девять суместных науково-практичных программ. Те, первые, да их можно будет додать еще две. Одна программа по комбикормам. То есть это актуальная задачка для Беларуси и России. Новые технологии производства и соответствующих комбикормов. И вторая, это по клеточным технологиям, по линии Министерства здравоохранения. Это самые последние разработки и достижения в области лечения заболеваний. Ну и самые последние технологии, в том числе в перспективе, возможность, например, из клеточных технологий, из клеток выращивать и живые органы. Поседжение у Гомеля проходит в трех форматах. С початку с устреча один на один керовников у Радов, потом в так званых в узком и поширенном форматах. Важным направлением в следующие пять лет должна стать унификация законодательства в социальной сфере. Предстоит обеспечить равные права россиян и белорусов на трудоустройство, на получение образования. Мы вот сегодня говорили на возможности выравнивания условий по медицинским услугам и дополнительным возможностям получать такие медицинские услуги, соответственно, или на территории Республики Беларусь, или на территории Российской Федерации. Для этого, конечно, нужно проработать все финансовые моменты. Пенсионное и социальное обеспечение также в повестке дня и страхование. Это должно принести нашим людям практическую пользу. Проект бюджету Союзной Державы на наступный год – одно из ключевых питаний в парадку дня. Качатковое решение будет приматься Высшим Державным Советом. Зараз у этого документа вносится опошенное дополнение, как ждет в наступном годе его доходная часть, когда сягнет 7 миллиардов российских рублев. Прогнозы развития экономики Беларуси и России свечут о реальности запланованного. Сродки будут накереваны в разной сфере, которые являются взаимный интерес. Сегодня мы приняли постановление Совета Министров Союзного Государства о приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития Союзного Государства на среднесрочную перспективу на 2018-2022 годы. В данном документе в качестве первоочередных задач определены следующие направления проведения согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубления торгово-экономических отношений. Предусматривается выработка совместных мер по дальнейшему сокращению барьеров, изъятия и ограничения во взаимной торговле, либерализации условий экономической деятельности субъектов хозяйства. Подчас состреча с журналистами, керунки УРАДу Беларуси и России выники перамов оценивают у целом становчем. Некоторые пытания на ксад огонной миграционной политики и визового режима будут удокладнены в ближайшие дни. Головное, что в обеде Украины есть огонные меты и максимумы для их достигнения. Нужно развивать торговое сотрудничество, нужно развивать инвестиции, вернуться к целому ряду проектов, которые в настоящий период еще не реализованы. Нужно заниматься решением важнейших задач по снятию административных барьеров, потому что их все-таки достаточно. Ну и мы обсудили миграционную тематику, на что просто тоже хочу акцентировать внимание. Это действительно важно, поскольку готовится межправительственное соглашение о взаимном признании виз. Это касается вопросов въезда и выезда иностранных граждан, лиц без гражданства, связано с целым рядом решений, которые принимались и у нас в стране, и в Республике Беларусь. И наши эксперты сейчас ведут интенсивные переговоры. Олег Синчуров, Валерий Гапанько, телеродокомпания «Гумель».